Салам, родные мои! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новый видеоролик! Да, стоит признать, 14 февраля произошло немножечко некрасиво, произошел конфуз и никакого обновления не было. Но, все эти советы, которые я вам дал, они будут работать 23 числа. И вы такие спрашиваете меня, а почему 23? Что это за день такой? Ну, кроме того, что это праздник, это еще и обязательное обновление на Аризона РП. А вот что за обновление, что там будет и какие спойлеры мы имеем на сегодняшний день, я вам сегодня покажу и об этом расскажу. А чтобы было мне более интересно все это дело вам рассказывать и показывать, попрошу от вас, поставьте лайк под видеороликом, подпишитесь на мой канал и конечно же, конечно же, поставьте лайк. Ну, а я в свою очередь напоминаю, что играю я на Аризон РП, 17 сервер, промокод хэштег фавелкашол и ник лилхеннесси. Все это вы увидите на протяжении всего видеоролика несколько раз. Желаю вам приятного просмотра. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Что ж, после того, как произошел рестарт всех серверов пару дней назад, наконец-таки мы увидели долгожданную надпись, что скоро обновление. И это вы можете увидеть, если зайдете через обычный самп-лаунчер. Вы увидите, что в названии Аризон РП добавляется приставка «Скоро обновление». Помимо этого, если вы зайдете через лаунчер, то у вас начнется подгрузка файлов. И скорее всего, по моей версии, это загрузка новых автомобилей, которые скоро будут добавлены на Аризону. Либо же уже сейчас они будут скоро в продаже и даже не будут ждать выхода глобального обновления. Кроме этого, также есть информация о том, что мобильный лаунчер полностью готов и 23 числа, скорее всего, будет запущен первый сервер Аризоны, который будет доступен только для телефонов. Кроме этого, для телефонного лаунчера будет отдельно создан сайт, который по сути уже готов и также будет уже доступна готовая система доната, чтобы задонатить на первый сервер Аризоны Мобайл. Также появилась информация о том, что будут добавлены новые аксессуары, но, к сожалению, эти аксессуары были восприняты аудиторией максимально плохо, скептически и негативно. Наверное, потому что они никак не вписываются в лор игры, так еще и эти аксессуары будут на тематику Marvel, что уже говорит о том, что чуть ли не суперспособности будут добавлены на Аризону РП. И, к сожалению, если это будет так, то очень грустно, что Аризона решила пойти по такому пути. Конечно, если учитывать аудиторию Аризоны и говорить о том, что им понравится, то многие такие вот вещички, они могут понравиться многим игрокам, но нужны ли они вообще на Аризоне, к сожалению и к счастью нет. Сколько будут стоить эти аксессуары, какие у них будут способности и все тому подобное, пока что нам неизвестно, но то, что они будут очень дорогие, это факт. И, скорее всего, эти аксессуары будут добавлять такие возможности игроку, которых, наверное, даже сложно представить. Также есть информация о том, что будет добавлена новая карта для игры в PUBG. И тут она выглядит достаточно интересно, разделена она на несколько, так скажем, островов, которые между собой соединены. И будет интересно посмотреть, как это все будет работать и как эта карта будет воспринята другими игроками. Кроме всего этого, также, скорее всего, это будет новый бизнес, будет добавлен концепт кары. И вот здесь вопрос, что это такое, потому что нету никакой информации. Мое мнение, что это будет некое место, где вы сможете голосовать за то, какие автомобили будут добавлены на сервер. Но некоторые думают наоборот и думают, что это будет новый автосалон, но как-то странно он вписывается в это все дело, когда уже есть автосалон и добавлять новый, ну, довольно-таки нелогично. Поэтому, мое мнение остается таким, что это будет бизнес, в котором мы сможем с вами голосовать за то, какие автомобили мы хотим. И, возможно, мы сможем их с вами тестировать. Также будет добавлена канатная дорога на Чилиот. И вот здесь очень много вопросов, зачем она нужна будет. Либо это обычное развлечение, либо это просто система, которая будет существовать, о которой все забудут, либо же это новая работа. И мне кажется, что это будет новая работа под типу шахты или что-нибудь похожее, только добыча ресурсов, например, на горе. Также, возможно, это какая-то будет перевозка каких-либо ресурсов на вершину, либо же что-то еще. Но я не думаю, что это какое-то развлечение. Я думаю, что это какой-то новый способ заработка, возможно, даже и полноценная работа. Ну и помимо всего будет добавлен новый склад. А вот для чего он нужен будет, как им будут пользоваться игроки, пока что так же неизвестно. Некоторые думают, что это обновление какой-то работы, а некоторые думают, что это система, так скажем, некого хранилища, которое будет доступно игрокам. И они будут использовать его для хранения различных предметов, которые будут потом слетать. И так же игроки смогут это все дело покупать. Ну и уже вдобавок хочу от себя добавить, что мне кажется, если будут добавлены новые автомобили, они будут добавлены через ларцы. Их можно будет открывать и выбивать эти автомобили, потому ларцы, скорее всего, станут дороже. И если у вас сейчас есть на руках ларцы, то попробуйте их поднакопить и не продавать. Возможно, вы уйдете в огромный плюс. Новые скины также будут добавлены наверняка на сервера и так же нужно будет копить много хлопка и льна, для того, чтобы его продавать намного дороже, потому что, скорее всего, новые скины будут крафтиться из хлопка и льна. Ну и опять же вопрос по тому, какие будут склады добавлены и что с ними будет сделано. Если же эти склады, как я и сказал, всего лишь система хранилищ, то, скорее всего, Аризона еще и обновит какую-нибудь работу и, возможно, для нее тоже добавят новые ларцы, как это было с дальнобойщиками. Ну и последним пунктом, самое банальное, что я думаю добавят на Аризону 23-го числа, это, конечно же, квесты, за которые вы сможете заработать, я думаю, от полторы до двух с половиной тысяч азекуэйнов. Ну а на этом все. Я благодарю вас за просмотр данного видеоролика, надеюсь, он вам был интересен. Вы уже подписались на мой канал, поставили лайк и написали в комментариях свои идеи, которые, возможно, будут реализованы на Аризоне. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok